Поезд 35А-36А, Санкт-Петербург, Адлер, под названием «Северная Пальмира», является одним из самых комфортных средств передвижения по нашей стране. Пассажирам РЖД предоставлены высококачественные услуги, где в пути они будут ехать в современных вагонах. Фирменный скоростной двухэтажный состав доедет до конечного пункта назначения примерно за один день и 16 часов. Таким образом, поезд «Северная Пальмира» поможет с большим комфортом добраться в курортный город жителям Санкт-Петербурга. Преодолеть практически 2500 километров пути еще никогда не было так удобно, так как вагоны построены недавно и спроектированы согласно всем современным требованиям. Северной Пальмирой в литературных произведениях часто называли Питер, в честь античного торгового города Пальмиры, расположенного на территории современной Сирии. Двухэтажные вагоны впервые появились на этом маршруте в 2014 году, до этого курсировали обычные одноэтажные поезда. Подобные составы пока что остаются редкостью для российских ЖД. Их несомненным плюсом является большая вместительность и провозная способность, при этом качество сервиса не страдает. Привычные входные двери здесь находятся немного ниже стандарта. Таким образом, посадка на низкой платформе будет также очень комфортной. Вагоны, произведенные Тверским вагоностроительным заводом, оборудованы пластиковыми окнами и биотуалетами. Особенностью поезда считаются более низкие потолки. Также пассажирам предоставлено меньшее пространство для багажа. Клиент получает в личное пользование место для лежания, стол, зеркало, полочку и светильник. Любой желающий может воспользоваться двумя розетками, расположенными в удобном месте. Попасть в СВ реально при помощи магнитных карт-ключей. В поезде стюарды принесут завтрак, обед и ужин прямо в купе. Во всех остальных случаях пассажир должен самостоятельно позаботиться о питании и посетить вагон-ресторан, он не работает в ночное время, начиная с 23 часов. В одном вагоне расположено три туалета, на два этажа. Войти в один из них пассажиры из СВ могут только по своей индивидуальной карте. Важно, в рамках рейса «Северная Пальмира» двухэтажный поезд курсирует не всегда, иногда продолжают ездить обычные составы. Обращайте на это внимание при покупке билетов. Пальмира поезд курсирует ежедневно. Он отправляется от станции «Санкт-Петербург-Главный» в 20 часов 25 минут по московскому времени. Состав, передвигающийся по Октябрьской, Московской, Северокавказской и Юго-Восточной ЖД, останавливается на следующих крупных станциях. Балагое-Московская, Москва-Товарная, Рязань-2, Воронеж-1, Ростов-Главный, Краснодар-1, Туапсе-Пассажирская, Сочи. Поезд «Невский экспресс» всего «Северная Пальмира» делает чуть меньше 40 остановок. Время в пути – около 39 часов. Со станции «Адлер» поезд в обратном направлении отправляется в 17 часов 32 минуты, а прибывает в Санкт-Петербург в 7 часов 45 минут. Протяженность маршрута – примерно 2400. Обратите внимание. Ежедневный график движения может меняться в зависимости от сезона. В зимнюю пору возможно сокращение рейсов. Красная стрела – поезд железнодорожный состав включает в себя исключительно купе, рассчитанное на четверых и СВ для двоих. Плацкарт отсутствует. В штабном вагоне первый этаж – это места номер 1-32, а второй – места 81-112. Пассажиры СВ будут ехать на нижнем уровне, если приобретут места с 1-14, номера 8196 находится выше. В стоимость проезда включен ужин. Также в поезде установлены кондиционеры. В купе доступно 64 места, а в СВ – всего 30. Разузнать более подробно о схеме и расположении свободных мест реально через официальный сайт РЖД во вкладке «Фирменные поезда». Пассажиру предоставят схему и описание конкретного вагона. Коридоры в купе и СВ в фирменном поезде одинаковые. Между этажами расположен кулер с горячей и холодной водой. Пассажир должен попросить у проводника кружку, она предоставляется бесплатно. Внутри купе верхние полки заправлены по умолчанию, нижнее место придется подготовить самостоятельно. Пассажиры, путешествующие в СВ, могут вызвать проводника при помощи специальной кнопки. Также мужчинам и женщинам доступно два телевизора. Каждому путешественнику выдают специальный гигиенический набор. Он состоит из следующих компонентов – тапочек, щетки для чистки зубов, пасты, мыла, расчески, губки, пары салфеток. В купе предоставлен более скромный набор, доступны только салфетки, щетка и паста. Путешественникам бесплатно предоставляют сухой паек и ужин, его подадут в любое удобное время. Поезд «Вятка» несомненными плюсами скоростного железнодорожного состава считается приятный дизайн и особенно интерьер вагонов, которые будут выглядеть красиво и утонченно. Все поезда, курсирующие по данному маршруту, являются современными и только недавно вошли в эксплуатацию. Электропоезд четко следует графику и расписанию, дорога между Санкт-Петербургом и Адлером займет минимальное, по железнодорожным меркам, время. Номера вагонов обозначены по-современному. Привычные картонные таблички заменены электронными надписями в специальных окошках. Пассажирам СВ предоставляются карты-ключи. На специальном электронном табло изображена информация о текущей станции и температуре воздуха. Многие путешественники отмечают просторные купе, наличие розеток и небольшие лампы над полкой. Скоростной поезд под названием «Северная Пальмира» является двухэтажным. Этот факт иногда вызывает неудобства, так как забираться на второй этаж не всегда комфортно с большим багажом. Также пространство между полками будет немного меньшим, чем привычное. В некоторых случаях розетки в вагонах работают с переменным успехом. Для сумок здесь выделено не очень много места, при движении вагон может трястись. Поезд «Северная Пальмира» – это необычная электричка. Людям с ограниченными возможностями будет удобно ехать на первом этаже. Заехать в вагон на коляске легко, потому что расположен на комфортном уровне. Правила поездки пассажиров с инвалидностью в поезде «Северная Пальмира» не отличаются от стандартных для РЖД. Помощь проводника гарантирована не только во время посадки, но и в течение всего пути. Существуют специальные вагоны, оборудованные подъемником. В туалетных комнатах есть поручни, все предметы находятся на доступной высоте. Дети до 5 лет могут путешествовать бесплатно, если будут спать на одной полке с родителем. В вагонах класса «Люкс» разрешено брать с собой детей до 10 лет, не покупая им отдельный билет. Родители обязаны подготовить свидетельство о рождении ребенка. Купить проездной документ реально сразу несколькими способами. Покупка в кассе на вокзале. Приобрести билет по оригинальной стоимости возможно на вокзале. Пассажиру придется ехать на железнодорожную станцию, чтобы обратиться в кассу. Клиент РЖД должен сообщить кассиру название поезда, дату запланированной поездки и конечную точку пути. В специализированных кассах в городе. ЖД-билеты продаются в специализированных точках, расположенных в больших городах. Минус подобного метода – это комиссия, состоящая из нескольких сотен рублей за один проездной документ. Мобильное приложение. Данный способ идеально подходит, если путешествующий постоянно просматривает наличие билетов на определенный поезд. Также в рамках приложения можно ознакомиться с описанием станции по конкретному маршруту. Цена за билет будет немного отличаться не в лучшую сторону. На сайте РЖД. Пассажир сможет самостоятельно выбрать дату поездки и маршрут. Главная задача – посетить официальный сайт rjdhttpspass.rzd.ru и выбрать нужный поезд. Здесь нет комиссии и скрытых платежей. Какой способ покупки выбрать, зависит исключительно от желания путешественника. Таким образом, реально купить билет на скоростной поезд, который преодолеет больше 2000 км всего за суток. Поездка будет комфортной и удобной, так как весь состав является новым. Субтитры создавал DimaTorzok